Я бы хотел спросить вот о чем. Понятно, что сейчас страна стоит перед выбором на президентских выборах двух фигур, Порошенко и Тимошенко. Сейчас при всех высоких рейтингах Порошенко сказать, чем закончится, мы пока не знаем, потому что второй тур, еще явка-неявка, в общем, очень много. Вы, как экономист, для вас вот эти две фигуры, можете их описать, не вдаваясь в агитацию или антиагитацию? Вот это в том-то дело, это агитация. Значит, я могу только сказать, я хорошо знаю обе фигуры и хорошо знаком с ними, я могу сказать, что если речь идет об успокоении, то личность Порошенко, вот она как раз воплощает в себя такой стиль поиска компромиссов, успокоения. Если идет о, наоборот, заострении ситуации. Заострение, вы имеете сейчас в виду нападение, вы имеете в виду… Любое, вот, то есть решение вопросов в конфликтном стиле или в переговорном стиле. Вот это два таких, две личности, очень отличающиеся друг от друга. А вот наш зритель может подумать, что сейчас важнее. И вот что важнее? Я не знаю. Это во многом зависит от ситуации, которая будет. То есть если настанет, скажем, более активная фаза войны, то наверняка нам успокаиваться не надо будет. Да, более активная фаза войны потребует неординарных решений. Ну вот я просто как экономист могу сказать, там, например, во всех войнах, в очень многих войнах конфисковалось транспорт личный населения, как одно из военных мер мобилизации. Вы не пугайте наших зрителей сейчас. Нет, нет, я вам говорю… Это не предложение, надеемся. Это не предложение, нет. Это просто пример того, как действовали правительства в сложных ситуациях. Понимаете? Я не говорю сейчас, нет такой ситуации, да. Но она возможна. Я хочу сказать, кто решится на разные действия? Кто решится? Это очень непростое дело. Но, с другой стороны, если вы решаетесь на какие-то радикальные действия, это вы можете испортить, потому что вокруг вас разные игроки. Это слишком сложная игра, чтобы можно было предсказать, какой тип конфликтный или компромиссный лучше в мирных условиях, лучше компромиссный тип, если вы меня спросите. А вот в этой сложной, даже необычной войне, это трудно. Хорошо бы, чтобы у политика мирного был заместитель решительный радикал. Я думаю, что... То есть, кто-то должен... То есть, если бы Настя Порошенко был президентом, а Юлия Викторовна был вице-президентом, или наоборот, то было бы отлично? Ну, вот как наоборот, я не знаю, но то, чтобы два таких человека работало бы вместе, и когда нужны резкие действия, то есть человек, который к этому склонен, то это было бы неплохо. Но не уверен, что это было бы хорошо, если бы только он решал проблему. Хорошо, будем считать, что это... Это совершенно неэкономические соображения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!